и для чего же я рублю дрова ну так скажем измельчая их на мелкую фракцию а вот для этого это не что иное как наш новый тандыр ну как новый он сделан из старого-старого кирпича который у меня валяется после разбора печки из старой-старой бани и я сегодня ну то есть мы с супругой сегодня хотим приготовить там не что иное как куриную голень да банально элементарно куриная голень как бы это ни звучало ужасно да мы сегодня были в магазине купили магазин куриную голень стыдно стыдно но объясню для меня данный прибор но я не знаю как он что он и поэтому не на чем же пробовать как не на куриной голени его по крайней мере не жалко выкинуть ну отдать соседским котам поэтому сейчас расскажу покажу что же это за чудо тандыр ничего чудесного в нем конечно же нету сразу можно увидеть железную крышку железная крышка нужно для того чтобы осадки дождь снег не сильно мучили кирпич потому что кирпич красный он естественно очень сильно боится воды когда в него попадает вода он начинает растрескиваться и так далее крышка состоит у меня из обыкновенного красного кирпича и два кирпичика шамотных почему два шамотных потому что когда идет топка я просто отодвигаю один кирпич в сторону и у меня вот здесь выходит огонь можно было бы сделать и с этой стороны но я левша мне нравится с этой стороны итак посмотрим что у нас под крышкой то есть крышку можно снять всегда достаточно удобно вот так оп оп и убрал здесь у меня арматурина как видно просто она никак не закреплена вот арматурина никак не закреплена просто находится вот таких достаточно больших пазах но они у меня не выскочит никуда арматурина и на ней два шампура в данном случае шампура у меня на конце имеет вот такой вот загиб это сделано для того чтобы у меня мясо не соскальзывал вот достаточно глубокая топка достаточно глубокая и есть поддувальный кирпичик вот он поддувальный кирпичик его но через него плюс я еще и и затапливаю сейчас как раз покажу процесс всего этого мероприятия так железки я думаю можно устранить чтоб они не повредились от огня лишним это не будет скрипы лежат в стороне и сейчас загружаю сюда сперва веточки потом крупнее крупнее ну и в общем заканчиваю крупным и начинаю растапливать итак чем будем копить ну вообще конечно у меня есть естественно спички все как обычно но с велосипедных времен у меня обязательно есть собой не промокаемые спички давно и такие спички и плюс у меня есть два типа растопки которую я делал самостоятельно в былые времена то есть топится свечка и туда нарезается и вот так вот кладется яичницей из подъедет яичница из подъедет в общем вы поняли да упаковка впитывает парафин остывает и в общем получается замечательного такая штука то есть очень удобно собой возить но удобнее возить с собой ватные диски точно также пропитанные воски в общем для растопки достаточно вот таких двух вещей это вот в сырую погоду прямо идеально с собой без всяких проблем это гораздо экономичнее по месту и так пока откладываем сторону как разжигаем разрываем спички чирк поджигаю загорается хорошо но не как факел то есть не вот там чего-то да и через топочку вот так засовываю снизу немножко прижимая пошли посмотрим что там творит и вот там видно загорелся огонь видно его и мне не видно а он есть вот для того чтобы лучше начало гореть давай закроем эту штуку дымочек пошел вот видно прям дымок и разгорается сейчас уже скоро сюда руку не засунешь не посмотришь здесь будет квальный дым нища и поддувальный можно немножко даже прикрыть чтоб не был такой сильный поток воздуха все равно будет гореть очень мощно вот обязательные условия пожарное ведро это прям сто процентов и не забываем какие-то дровишки чтобы подкидывать и вот пошел дымочек конечно дым идет через все щели в идеале бы их заделать но но попробуем попробуем такую штуку вот нет ничего более вечного чем что-то временное обязательно смотрим чтоб какой-то сухой травой тут рядом не было удалить все в идеале обсыпать все песком нет и вот ты внутри видно огонь видно видно даже чувствуется жар все это всего лишь вот с одной раз топочки но и так все принципе сухой и жара и так загорелась бы но лишним не будет первый протопок у нас удался давай посмотрим у нас получилось там прям как в бане уголь такой но этого мало на самом деле надо еще пару-тройку подбросов забросов подкидов накидов чтобы у нас было все хорошо и начинаем закладывать еще дровишек вот она сразу начинает дыматься жарит хорошо ну короче у меня вот есть старые рваные антисликовые то есть спилковые перчатки антисликовые они мне хорошо помогают для сварки уже не годны дырки вот здесь а для истопничество тандыра самое но и вот в общем быстро очень зашлось потому что уголь есть и звук такой характерный как паровоза и все уголь подзадвинуть но тяга идет через все щели на самом деле то есть у меня здесь был кирпичный мангал и я его просто нарастил и получилось здесь три кирпича и здесь вышло меньше полутора то есть надо чтобы здесь кирпич спокойно вставал и закрывал то есть вот тут чуть от кирпича и тут чуть от кирпича вот как там красиво горит внутри и вот хороший показатель это то что уже тут все побелело топить лишним не будет кирпич в принципе здесь уже прогрелся он прямо очень горячущий так что наверное вот эту топку сделаю и все и буду закрывать сейчас на улице жарко и везде жарко конечно это не тандыр привычном понимание этого слова это скорее всего куча кирпича наваленные друг на друга но знаете ли за 0 рублей 0 копеек и полнее моего рабочего времени вполне достаточно посмотрим что у нас там внутри но внутри у нас все успешно в общем прогорело тянется ух какая тут жаркая штука так теперь здесь закрываем поддувала тоже закрываем закрыл беру перчатку ну уже да там никто не горит и закрываю здесь просто надо подождать еще наверное часочек я так думаю я первый раз делаю вот тут еще прохладно на самом деле рука терпит ну и вот я думаю что как раз сейчас пока будет здесь очень горячо вот пока она выставится она вся прогреется целиком и будет работа как настоящая печь русская на любая печь принцип обычной печи тот же самый вообще на самом деле это аналог тот же самый печки почему потому что в доме сейчас ее просто не охота даже топить потому что очень очень жарко ну вот и спать невозможно в такой жаре на самом деле поэтому решил поэкспериментировать с данной конструкции на улице это самый быстрый вообще это самое быстрое выпускание гулять выхожу такой и тут смотрите что с вами будет если будете плохо нестись но им все равно не будет только пожрать ну вот тоже вот следующие жертвы для этого как жертва назвал бы их космонавтами тоже летательный аппарат он сейчас летит через пустоту космоса вместе со всем вот этим аппаратом со мной так в общем смотрим вот что у меня есть это голень здесь как видно да шампур она закручена его закрутил и поэтому не соскальзывает ничего это очень очень даже удобно единственное конечно сейчас будет трудно одной рукой но что ж я буду пробовать по крайней мере отлично то ли четко попробовать не соответственно хорошо снимать опа все снял это отлично теперь немножко это бы я Все. Галяче. Так. Беру свою арматурину. Все ненужные лишние скидываю. И так вот. Одеваю. И одеваю вторую перчатку. Все. Теперь в две перчатки. Мне уже не так будет страшно. И аккуратненько, спокойненько засовываю и устанавливаю. Все. Здесь влезет очень много на самом деле шампуров. Я думаю, что раз, два, три, четыре, штук пять, шесть точно влезет. Решили мы без фольги, без всякой вот такой самодеятельности обойдемся чем есть. Ай, хорошо прижигает кака. Жар прямо вообще мощнецкий. Все. Курочку поставили. Время у нас полшестого. Думаю, что где-то на полчасика, не больше. Надо проверять. Периодически, постоянно. Но надеюсь, что в сгорании никаких куриц не будет. Надеюсь, что будет все замечательно. По крайней мере, запах уже пошел. Все. Оставляем минут на 15. Я так думаю, без 15,6 впереду проверю. Там уже звуки такие прямо. Готовится все. И я понял, для чего мне нужны такие большие щели. Для того, чтобы ставить туда щуп с термометром. Смотрим, сколько градусов. Думаю, что там много очень градусов. По крайней мере, больше 200, то это точно. Это хорошо, наверное. Давайте глянем через окошко, что у нас покажет под кирпичи. Там дым есть, но курица висит. Она не горит. То есть открытого огня, конечно же, нет. Так что, где-то за 200, сколько там, неизвестно. Думаю, еще больше. Но подожду еще, наверное, чуть-чуть и достану посмотреть. Сейчас хочу произвести операцию по определению готовности нашей курятины. Для этого мне надо извлечь одну из них. Такими смелыми движениями. Ох ты, нифига себе! Эх, ай! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Она горячая, падла! Ой, я обжегся. Капец! Ладно, сейчас придумаем, как сделать. Так, оп! Кто не курил в детстве, тот не знает. Чик так прижал и сюда воткнул. Воткнул, смотрим, сколько. Покажет термометр внутри. Похоже на то, что курица внутри еще не готова. А, нет! Смотрим, пожалуйста, температура вполне даже больше, необходимо. Не, сырая. Так, сырая это плохо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Опа, не падай. Блин, горелый. Больно-то как. Как больно-то. Сейчас сделаем. Сейчас сделаем. Быстренько и хорошо. Оп! все. Не падай. Так, это, короче, очень горячо. Надо придумать, как извлекать эту штуку. От ожоги есть. Так, ну что ж, спасаем курицу. Время у нас вот столько. Думаю и надеюсь, что, в общем, все хорошо. Ожог я уже получил, поэтому я принес вот такую штуковину, чтобы мне подцеплять шампуры. Очень нужная и полезная штука. Надеюсь, обойдемся без травм в дальнейшем. Опа. 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 Звуки уже просто идут из тандыра. Достаточно такие зверские. Как мы это делаем? Опа, вот так подцепил и потащил. Короче, это не мангал. Тут очень жутко горячие шампуры. Они скорее всего горячие, не сказать вообще ничего. Это просто раскаленный металл. Опа. Поэтому его даже вот в перчатках спилковых невозможно удержать. То есть получился ожог. Я уж не говорю про эту железку. Поэтому я сейчас очень быстро их так кладу. Ай! Ай-яй-яй! Ай-яй-яй-яй-яй! Все равно даже прожигает через вот эти перчатки. Так, ну ничего страшного. Искусство требует жертв. Смотрим, что у нас внутри. Внутри как видно все очень хорошо. Идет высокая температура большая. Вот. То есть можно еще готовить и еще готовить и еще готовить. То есть вообще я думаю без проблем. Вот. Я оставлю открытым. это потому что чтобы быстрее проветрилось. Вот. Так закрою, здесь открою. И поддувал наверное тоже немножко. Да ладно, оставлю так. вот. И потихонечку полигонечку через это отверстие тандыр у нас освободится от температуры. Как видно этот кирпич еще сильнее разошелся. Вот. Нравится. Хорошая штука. Вот пожалуйста результат. Практически прошло полчаса. Вот. И в общем что я вам скажу. Пора идти и кушать. Главное очень аккуратно не обжечься. Ладно. Перчатки оставлю здесь. Кто не рискует тот трезвенник. Все. Прошли. Ах. Какая красота. Ах. Прямо супер. Если проверить температуру внутри. Вот так прям воткну. Должно быть порядка 70 градусов. Температура повышается повышается. Давай повыси еще. Там пружинка она просто заедает на самом деле. Не хочешь. короче она уже остыла пока на улице торчит. Кошка уходи с дороги. у меня опасный груз. Тихо 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 за шампура не трогать. Вот так. Вот он готов, да? Да, он готов. Ну вот, мы прошли полчаса, грубо говоря, и в тандыре все это сделалось молниеносно, без всяких присматриваний, без всяких мочений. Красотища. Идеально, да? Да. Там еще можно целого поросенка запечь в этом тандыре. Мне сказали сказать отзыв о тандыре, но я сначала попробую, а потом скажу. И так. Очень нежно. Очень вкусно, как из русской печи, только с дымком. То есть такое прям томленое мясо. Очень классно. И поджаристая корочка. В общем, здорово получается в тандыре. вот так вот. Я сам себя попросил сказать, но перед этим я попробую. Ну, реально мягко и мягко, как из печи. Такое же томленое, но только с поджаристой корочкой. На самом деле, классная штука. Во-первых, топишь точно так же, как мангал обыкновенный. Потом просто засовываешь шампура и ничего больше не делаешь. Полчаса и все готово. Не надо переворачивать, не надо поливать, не надо еще чего-то. Вот этого мучения никаких нет. Естественно, конечно, тяжело. Это получается шашлык Шрёдинга. Но доверие есть доверие к своему восприятию и чутью. Потому что он пахнет, когда начинает гореть. Я достал до этого момента и, в принципе, все отлично удалось. Тандыр это, наверное, теперь моя самая любимая кастрюля. Или духовой шкаф, или как это? Духовка. Духовка. Моя любимая духовка. Это тандыр. Особенно такой самодельный, который вообще ничего не стоит. Так что, если есть полдюжины, ну не полдюжины, а дюжин 5 кирпичей, то можно собрать такую штуковину и наслаждаться вот такой замечательной кухней.